Всем привет, ребят! С вами Карина и добро пожаловать в касс! Сегодня у нас с вами на повестке дня создание персонажа с некоторыми такими особенностями, про которые я вам сейчас расскажу и, соответственно, быстренько познакомлю вас с самим персонажем. Итак, зовут нашу симочку Амелия Роузен. По чертам характера в кассе она у нас одиночка, любитель природы и также эко-энтузиаст. И что касается особенностей нашего персонажа, думаю, вы уже заметили, что у нее на теле есть так называемые пятна Витилига. И скажу вам честно, перед тем, как озвучит это видео, я все-таки зашла в гугл, хотела что-то, может быть, интересненькое найти про эти пятна. И на самом деле я нашла. Оказывается, что Витилига это болезнь кожи. Я не знала, что это называют болезнью, потому что я раньше думала, что это просто какая-то особенность кожи, но оказывается, что ее называют болезнью. Поэтому это так вам интересный факт, может быть, вы не знали, как и я, но теперь будете знать. Ну и давайте я, наверное, расскажу вам, почему я вообще решила создать такого какого-то необычного персонажа. Почему я говорю необычного? Потому что обычно я на своих персонажей, кроме веснушек родинок, ничего не добавляю. Здесь я решила что-то такое интересное добавить. Вот сегодня у нас Витилига, потом, может быть, что-нибудь еще интересненькое, либо скачаю, потому что, мне кажется, кроме этих самых пятен у меня в игре ничего такого интересного нет. И все персонажи как под копирку. Здесь хоть какая-то такая небольшая особенность у персонажей есть. Вообще, я сидела и думала о том, что мне нужно создать персонажей для проекта, чтобы у нас там были какие-то симы, с которыми наши персонажи либо будут общаться, либо познакомиться в дальнейшем. И потом я так подумала, что можно создать хотя бы одного персонажа и также записать это на видео, чтобы выложить, соответственно, видео для вас, чтобы вы хоть какой-то касс увидели, потому что в последнее время вы сами знаете, что на канале было только строительство. И поэтому я решила, что как бы, ну да, пора уже что-нибудь новенькое заводить. И, соответственно, я так посидела, подумала, что нужно какую-нибудь симочку нам сделать с вами. И, соответственно, вот у меня выбор упал на нашу Амелию. Кстати, мне очень нравится ее имя, прям очень мне импонирует. Надеюсь, что вам тоже. Так вот, поэтому я решила, что нужно создать какого-нибудь интересненького, такого необычного сима. И давайте я вообще расскажу вам о ее характере и что она вообще из себя представляет. Наверное, такой самый главный чертой характера этого персонажа является черта характера под названием «Одиночка», потому что она, в принципе, не очень сильно любит общаться с остальными персонажами, ей как-то вот проще, когда она одна. Но, если честно, здесь проблема не только в том, что персонаж сам по себе любит одиночество, а в том, что она, в принципе, знаете, как-то вот стесняется своего тела именно вот из-за этой особенности своей кожи. Ну, я не буду, наверное, за это болезнью, потому что, не знаю, как мне кажется, это вообще оскорбительно звучит. Мне больше нравится называть это особенностью, потому что мне кажется, что это, наоборот, как раз-таки такая особенность, которая, ну, не знаю, по мне придает даже какую-то красоту, потому что это что-то такое необычное, это есть не у всех, и мне, на самом деле, даже очень нравится, как это выглядит, поэтому я хочу называть это именно особенностью. Так вот, я-то вам говорю, что мне, в принципе, эта особенность нравится, но мне хотелось сделать так, чтобы эта симка, наоборот, ее стеснялась. То есть мне хотелось всем ее видам показать, что она вот специально носит закрытую одежду, чтобы никто не увидел этих пятен, хотя понятное дело, что ее все равно, в принципе, видно, но все равно она одевает специально какую-то одежду, например, с длинным рукавом, она не любит короткие юбки там или шорты, я, в принципе, вообще ни в одном наряде у нее не выбирала ничего короткого, то есть мне хотелось специально создать такой образ, где у нее одежда будет, ну, такой более-менее закрытой. Вообще, этот персонаж довольно-таки закрытый, как я сказала ранее, Амелия у нас, в принципе, не любит общаться с другими симами, но понятное дело, что ей приходится это делать, там, не знаю, где-нибудь на работе или просто в каком-нибудь кафе, все равно какие-то, ну, друзья, так сказать, знакомые у нее есть. Мне, кстати говоря, очень понравились образы, которые я выбрала для нашей симочки, для меня это было что-то новое, какой-то новый стиль, особенно вот предыдущий образ, который вы могли увидеть, вот именно он понравился мне больше всего из гардероба нашей симки. И, кстати, давайте я расскажу вам еще один интересный факт, как раз-таки по поводу гардероба данного персонажа. Я старалась выбирать ей не только закрытую одежду, но и одежду темных цветов, то есть, может быть, вы увидите, да, где-то там белый цвет, может быть, какой-то вот, как, например, сейчас был светло-зеленый, но все равно это в большинстве случаев какие-то темные цвета, то есть либо черный, либо какой-то там темно-синий, я не знаю, наподобие, в общем-то, вы поняли. Я не знаю, почему мне так захотелось, я вообще считаю, что цвета, которые носит человек, особо ничем не говорят. Знаете, там кто-то говорит то, что вот если вы носите черный, значит вы там какой-то угрюмый, грустный человек. На самом деле, мне кажется то, что это, ну, неправда, я, конечно, там не психолог, никто, но мне кажется то, что это все какая-то чушь, потому что мне вот, например, достаточно сильно нравится черный цвет, и у меня достаточно много его в гардеробе, но это не значит то, что какая-то там закрытая, какая-то, не знаю, там злая, огорченная, нет, мне просто нравился этот цвет, но именно вот здесь, вот в этом кассе, мне хотелось показать как раз-таки этими цветами, что персонаж грустный, то есть да, я в это особо не верю, но здесь мне захотелось сделать именно так, поэтому в этом кассе в этом можно поверить. Кстати, еще хотела вам сказать, уже, конечно, прошло половина видео, я вообще хотела сказать его до начала, ну да ладно. В общем, возможно, вы заметили, что у меня немножко такой голос странноватый, на самом деле, просто сегодня опять очень жарко, и эта жара меня очень сильно утомляет, мне сегодня вообще было сложно, в принципе, встать с кровати, я вся какая-то уставшая, у меня все время хочется спать, и как-то вот эта жара прям на меня сегодня очень сильно влияет, я немножко говорю таким голосом, как будто бы, знаете, какая-то разочарованная, грустная, вот, еще, по-моему, у меня какой-то, как будто бы нос заложен, но нет, вроде бы все нормально, в общем, не знаю, что у меня какие-то странности, но я все свалила на жару, потому что, думаю, в этом вся и проблема, поэтому, если вы думаете, что я как-то странно разговариваю, то особо не обращайте внимания, и еще, кстати, я заметила, что у меня почему-то начал очень сильно шуметь холодильник, да, так не в тему, конечно, но просто я заметила, что это немного слышно на заднем фоне, но я думаю, что вы к этому не прислушиваетесь, и вам это особо по ушам прям стучать не будет, я просто не знаю, в чем проблема, он стоит у меня здесь за стеной, не знаю, что он так начал тут у меня орать внезапно, ну, в общем, ладно, надеюсь, что вам это никак не помешает, просто так вот к сведению я вам это сказала. И, кстати говоря, забыла сказать, что наша Симочка также очень сильно любит природу, она любит не только проводить там время, но и она любит как бы присматривать за природой, то есть ее жутко раздражают персонажи, которые, например, мусорят и как-то вот загрязняют окружающую среду, она очень любит следить за природой, она всегда убирает за собой, если там, знаете, не знаю, даже мусорки рядом нет, она все равно либо принесет мусор домой, либо дойдет, не знаю, там до конца улицы, все-таки найдет мусорку и выбросит мусор именно туда, но загрязнять природу она никогда не будет. В принципе, я думаю, что я рассказала вам все, что хотела о данном персонаже, но скажу вам честно, я думала, что мы с вами поговорим немножечко о другом, ну, что-то как-то я ушла вообще в другую сторону от изначально запланированного разговора, но все равно пару слов я вам сейчас скажу. Вот этим образом нашей симечки мне хотелось вам сказать о том, что у каждого из нас есть какие-то свои особенности там на теле или где-то еще, да даже особенности в характере, но вот сейчас я хочу направить разговор именно на внешность, да, то, что на теле у вас могут быть какие-то там шрамы, я не знаю, растяжки, в общем, то, из-за чего вы также, например, комплексуете, как комплексует данный персонаж. То есть я неспроста вам рассказала о том, что этот персонаж имеет именно комплексы, связанные вот с такой особенностью, да, как пятна Витилика, и я хочу вам сказать, что на самом деле здесь нет ничего стеснительного. Конечно, мы все с вами не идеальны, и понятное дело, что от того, что я вам сейчас скажу, что не переживайте, это нормально, вы там не станете меньше комплексовать, но просто мне кажется, что важно вообще об этом разговаривать и говорить другим людям, что это нормально, освещая, так сказать, эту проблему, потому что мне кажется, что вот особенно в подростковом возрасте это все так остро воспринимается, особенно если кто-нибудь вам что-нибудь скажет про эти ваши недостатки, то это настолько воспринимается близко к сердцу, что это, ну, просто кошмар, потом можно так загнаться из-за этого, что вообще потом, не знаю, ты не перестанешь об этом думать. У меня в самом деле были такие проблемы, и, наверное, какие-то еще даже остаются, из-за чего там я как-то, ну, комплексую, загоняюсь, расстраиваюсь, но как-то я стараюсь с этим бороться, и я на пути, так сказать, к принятию себя, поэтому мне кажется, что это очень важно, и я хочу вам сказать, чтобы вы не переживали из-за чего-то такого, потому что все мы не идеальны, у всех есть какие-то особенности, какие-то недостатки, это вообще вполне нормально, идеальных людей не существует, поэтому если вы из-за чего-то переживаете, и как-то комплексуете, и загоняйтесь, то я советую вам перестать это делать, полюбите себя, примите себя, вы прекрасны, я вас очень люблю, поэтому вот такая у нас минутка советиков полезных была, и сейчас мы с вами уже будем прощаться, поэтому, ребята, если вам понравилось это видео, то не забудьте поставить лайк, подписаться на мой канал и оставить свой комментарий, а также ждите новый проект на моем канале, который выйдет, я уже думаю, совсем скоро, и также приходить на стрим, кстати говоря, я напишу сейчас после этого видео во вкладку сообщества дату и время проведения, буду вас обязательно ждать, ну а с вами была Карина, всем удачи и до новых встреч, всем пока, ребят! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok